приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы по многочисленным просьбам трудящихся ой не то по многочисленным просьбам подписчиков опять наверно не то на самом деле несколько раз комментариях просили сделать ливерную колбасу по конникову мы выберем выбрали сегодня ливерную свиную ливерную колбасу первого сорта по книге александра конникова 1938 года колбасы и мясокопчености если кто-то не знает вот есть у нас такая книжка очень классная на в электронном виде колбасы и мясокопчености как всегда по традиции будете смеяться но я зачитаю обращение от редакции настоящий иллюстрированный альбом содержит обязательную рецептуру и способы приготовления колбас и мясокопчености утвержденный народным комиссаром пищевой промышленности с для предприятий на ком пищи промо альбом рассчитан на инженерно-технический персонал колбасных предприятий и работников магазинов потрясающая книга мы очень много по ней готовим задались целью вообще приготовить абсолютно все мясные и колбасные изделия из этой книги естественно обо всем этом снимаем видеоматериалы снимаем для вас видео если новые зрители новые подписчики еще не знаете у меня эта книга формате pdf можете в комментариях написать свой имейл и я на имейл вышли вам ссылку для скачивания этой книги книга действительно потрясающая а мы друзья приступим с вами к приготовлению ливерной колбасы по рецепту 1938 года по госту ссср 1938 года для приготовления ливерки а в моем детстве во всяком случае мой папа который работал на мясокомбинате некоторое время главным инженером называл ливерку собачья радость и говорил мне ее сынок не ешь но это было уже восьмидесятые годы я думаю в тридцатые годы все было значительно лучше для приготовления ливерки используется 50 на 50 свиная печень и свиная щековина свиную печень мы предварительно два часа вы мочили в холодной воде после этого очистили ее желчных плат протоков от всех пленочек и так далее в общем от всего не нужно получилось у нас вот такая вот уже чистенькая прекрасная печенка щековина свежая классная штука тоже это было целая щековина лариса сказала что там есть какие железы не молочные лимфоузлы вот что если лимфоузлы вырезала лимфоузлы в общем тоже зачистила эту щековину получилось получились вот такие вот сальные кусочки из специй на килограмм сыра печень и щековина в рецепте 38 года используется соотношение 50 на 50 то есть тут очень просто очень просто с пропорциями если килограмм печень это килограмм щековина и наоборот на каждый килограмм сырья в общем и целом нам понадобится 30 40 грамм лука ну вот мы взяли на 2 килограмма половинку лука очки на килограмм сырья 20 грамм соли обычной поваренной соли и душистый перец и белый перец молотый количество на килограмм сырья естественно не помню вы найдете его в описании видео как и полный пошаговый рецепт приготовления ну именно текстовый пошаговый рецепт приготовления ливерной колбасы по госту 1938 года в первую очередь порежем зачищенные продукты на какие-то вот такие вот не очень большие кусочки пока я режу вы нагреваем воду нам надо эти продукты ты хочешь ливерки моя ты радость луку не лезь я тебе вот печеночка давно вкусная печеночка наверное котам нельзя свиную печенку тоже может и можно да кошка не отвлекай меня кошка утащила печеночку нам надо продукты бланшировать то есть провалить в горячей воде но не в кипящей воде поэтому сейчас пока я режу мы нагреваем воду до температуры 90 градусов вот так вот я порежу печенку и примерно на такие же куски порежу щековину не маленький ой ну да не маленькие ларис куски вот так вот сейчас порежу все друзья вода подготовиться нужной температуры и мы вернемся подогрели водичку до температуры 90 градусов внимание друзья вода не должна кипеть именно вот так вот должен выглядеть процесс то есть сейчас установили такой уровень нагрева чтобы температура не подымалась отправляем туда все приготовленные продукты на 20 минут через 20 минут мы их извлечем ну это будет через 20 минут не буду забегать вперед через 20 минут достаем все наши продукты субпродукты из емкости где мы бланшировали и теперь нам их надо остудить вначале на воздухе на воздухе ну при комнатной температуре когда немножко остынут в холодильнике до 10 градусов то есть они должны быть холодные не замороженные но холодные к дальнейшему приготовлению как только печеночка и щековина остынет друзья мы вернемся к вам и продолжим работу над ливерной колбасой наши субпродукты полностью остыли измельчим их на мясорубке будем использовать самую мелкую решетку которая у нас есть мы используем решетку с диаметром отверстия 2 миллиметра измельчаем по отдельности потому что далее вторичное измельчение нам тоже надо будет делать по отдельно отдельно в первую очередь измельчаем печенку после того как измельчили всю печеночку в отдельную емкость измельчаем щековину так 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 Приступим к измельчению Используем вот такой вот измельчитель От кухонного комбайна В первую очередь будем измельчать Печенку Вермишель прям Наверное его руками надо Заправлять Измельчаем печенку В течении 3-4 минут После того как измельчили печенку Добавляем сюда Перекрученную заранее щековину Друзья, пока добавляю щековину Расскажу о оболочке В которой мы будем готовить Ливерную колбаску В силу того, что Ливерную колбасу надо набивать очень плотно Свиная черева не подходит Поэтому будем использовать говяжью череву Диаметром 40-45 мм Она более плотная И позволит нам Туго набить Туго набить колбасу Потому что свиная при тугой набивке Обычно лопается Ну с ней вообще надо очень аккуратно со свиной быть Она достаточно нежная Загрузили Измельченную щековину Перекрученную И кутируем ее еще в течении 2-3 минут В процессе измельчения будем добавлять Специи и соль Лук, заранее приготовленный по весу Мы обжарили, порезали на мелкие кубики И обжарили вот таким вот образом До золотистого цвета В первую очередь добавим соль Добавляем прямо в кофе Я воздержусь от полного количества соли Сейчас попробуем парш Далее добавляем специи И в последнюю очередь Нарезанный лучок Поджаренный лучок я хотел сказать Кутируем еще примерно в течении минуты Так ведь вкуснее так И получили вот такую вот эмульсию Это и есть готовый фарш для набивки нашей ливерной колбаски Переместим в шприц для набивки колбас Подготовим череву И будем набивать, друзья Подготовленную, хорошенько промытую в воде Говяжью череву Надели на цевку Естественно фарш поместили в шприц для набивки колбас И давайте приступим к набивке Пока будем набивать Я расскажу по поводу соли Вы заметили, что я не всю соль поместил в фарш По той причине, что изначально мы взяли 1800 грамм То есть 1,8 кг сырья по 900 грамм А после варки у нас получилось уже 1200 грамм сырья Поэтому мне пришла в голову мысль Что 20 грамм на килограмм сырого сырья достаточно много Уменьшили количество То есть по факту получилось где-то 15 грамм на килограмм сырого сырья И соленость фарша получилась нормальная То есть 20 грамм я исправлю в рецепте Не так, как я сразу говорил Стараемся набивать ливерочку достаточно плотно То есть она должна быть хорошо набита Это как раз та причина, по которой я говорил Что не рекомендую использовать свиную череву Потому что при такой вот тугой набивке Как мы сейчас набиваем эту колбаску Свиная черева просто лопнет Что намалилось? Чуть медленнее Ага Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее Колбаска набита Теперь перевяжем Давай я перевяжу сразу Давай отрежем Да, давай тогда Отрезаем Перевязываем с одной стороны И сейчас будем формировать Несколько, я думаю Две или два или три колечка Сформируем сейчас Для того, чтобы разделить колбаску На несколько частей Вот таким вот образом Перекручиваем ее И вместе перекрутки Перевязываем Я перевязываю леяным шпагатом Который никак не реагирует на тепловую обработку И еще раз туда дальше? Нет, конец Давай завяжем и все Хорошенько уплотняем колбаску Со стороны окончания Тоже вот таким вот образом Подкручиваем И перевязываем Теперь, друзья, перейдем к тепловой обработке Тепловую обработку можно делать двумя способами Можно варить в воде Можно варить паром Мне больше нравится варить паром Поэтому разогреваем духовку до 80-85 градусов Сейчас покажем дальше Разогрели духовку до температуры 80 градусов Помещаем колбасу на решетку В духовке у нас работает только нижний тен Только нижний нагрев В одну из колбасок помещаем щуп кулинарного термометра Для того, чтобы контролировать температуру внутри батона Но я на всякий случай засекаю время Когда мы начинаем варку То есть варим нашу ливерку До достижения температуры внутри батона 69-70 градусов Для тех, у кого нет щупа Я озвучу время, которое мы варили Но это достаточно субъективно На дно духовки помещаем емкость с водой В нашем случае противень с горячей водой Это обеспечит нам процесс паровой варки Итак, нагрев у нас только нижний, то есть работает только нижний тен Температура в духовке 80 градусов И варим колбаску до достижения температуры 69-70 градусов Ровно через 40 минут колбаска готова Приготовили ледяную воду В буквальном смысле ледяную То есть желательно, чтобы в ней даже были кусочки льда И перемещаем нашу ливерку в поддончик с ледяной водой Охлаждаем до полного охлаждения А после этого будем дегустировать Наша колбанька, друзья, остыла И давайте попробуем Что же у нас получилось Вот такая вот колбаска получилась Давайте, как же ее разрезать Я этот маленький кусочек уже Вот на этом покажу разрез Вот такая вот она на срезе Очень мягенькая, очень нежная Как и положено ливерке Такая немножко паштетообразная Ну вот так вот выглядит сама колбаска А вот такой вот срез И давайте попробуем, друзья Я со своей продуктовой аллергией Ну, в частности, у меня на рыбку аллергия И на субпродукты Я вообще не могу употреблять субпродукты Потому что сразу же дикий насморк Не знаю, почему это происходит Такая особенность организма Прошу продегустировать Нашу ливерную колбаску Ларису Ну, кстати, тем, кто жалуется, что Лариса редко дегустирует Вот, пожалуйста Ну, мне, конечно, не получится Так, как у тебя вкус Да ты просто расскажи Ну, какая она на вкус Лучшая она Я, наверное, сразу кусочек на хлебушек Потому что... На самом деле, ливерной колбасы Ну, я ее не ел с далеких 80-х После того, как у меня появились всякие нежелательные Ты давно ела ливерную колбасу? Ты знаешь, наверное, я тоже еще в детстве В детстве Ну, что-то после этого После развала Советского Союза Ее, наверное, стрёмно покупать стало, да? Ну, мне кажется, что да Я не знаю Но еще печеночная может быть как-то... Ну, еще, может быть, можно Ну, смотри А вот эту вот саму ливерную колбасу, мне кажется То есть, которую вы собачью радость называли Ну, да Ну, давай Это же у нас печеночная ливерная Да, это у нас печеночная ливерная Она такая по вкусу... По запаху, вернее Очень вкусно пахнет Ну, по запаху она действительно пахнет потрясающе Печеночкой этим И именно печеночкой То есть, вот запах такой Причем... Блин Мне так хочется ее попробовать Но я реально понимаю, что у меня сопли потом будут Сейчас текут слюни, а потом будут течь сопли А слушай, очень вкусно Вкусно? Ну, отлично Ну, а какой вкус можешь описать его? Ну, я боялась, что она будет очень жирная Но, в принципе, тут всего в меру Печеночный вкус, так как это свиная печенка Она имеет немножко свой специфический такой вкус То есть, печеночный вкус присутствует Но он нежный какой-то То есть, нет вот этого избытка жира То, что я боялась И, в принципе, очень вкусно Ну, и по запаху нет резкого Вот резкого, знаете Я помню еще в детстве эту ливерку Которую собачья радость называли Вот у нее был очень резкий Здесь такой нежный запах Ну, по крайней мере, обильное слюноотделение выделяет Кстати, что касается соли Мы правильно сделали то, что не досыпали То количество, которое было в рецепте Все-таки где-то грамм 15-16 Я думаю, что будет именно сырого продукта Да, но, друзья, это имеется в виду 15 грамм соли на килограмм сырого сырья Потому что было по оригинальному рецепту 20 грамм на килограмм Но когда мы поняли, что после зачистки После того, как мы бланшировали У нас реально с 1800 грамм Получилось 1200 грамм сырья Я четко сразу же пришел к выводу Что 20 грамм соли на килограмм Это будет очень много Поэтому вот немножко подкорректирую Я в текстовом виде рецепт подкорректирую Естественно, рецепт колбасы в текстовом виде Находится в описании видео Можете брать, можете пользоваться И с удовольствием представляем вам Замечательную ливерную колбаску Блин, мне так хочется ее попробовать реально Замечательную ливерную колбаску По рецепту 1938 года В таком виде, как ее правильно делали Быстисик-писики хвостов А именно из натуральных Ну, вы же знаете, еще сейчас делают колбасы Именно из натуральных продуктов Настоящая ливерная колбаса Первого сорта Ну, вот как-то так Друзья, если есть какие-то вопросы По приготовлению Задавайте их, пожалуйста, в комментариях На все комментарии мы с Ларисой отвечаем Надеюсь, что вам видео было очень полезным Надеюсь, что было интересным Если так, ставьте пальцы вверх Подписывайтесь на канал А мы, естественно, с Ларисой Будем снимать для вас новые видео Всего доброго, пока Скажи пока Пока-пока